В китайской столице состоялся 10-й Пекинский форум по правам человека. Мероприятие проходило в смешанном онлайн и оффлайн формате. В нем приняли участие около 200 человек, в том числе высокопоставленные должностные лица, эксперты, ученые и дипломаты из почти 70 стран, а также представители международных организаций. С подробностями мои коллеги. Совместная работа в направлении более справедливого, разумного и инклюзивного глобального управления в сфере защиты прав человека. Так звучит тема Пекинского форума. На церемонии его открытия китайские представители призвали все страны мира работать в этом направлении сообща. «Глобальная система управления в области прав человека должна создаваться совместно всеми странами. Необходимо придерживаться многостороннего подхода, соблюдать цели и принципы устава ООН, защищать международное право и нормы международных отношений, отстаивать принципы универсальности, беспристрастности, объективности, неизбирательности и неполитизации вопросов, связанных с обеспечением прав человека, а также разрешать разногласия в этой области путем равноправного диалога». «Путь развития в области прав человека нельзя делить на плохие и хорошие. В каждой стране есть свои особенности, и у каждого народа должно быть право развивать эту сферу в соответствии с национальными интересами. Прогресс возможен только на основе взаимного вложения и взаимопонимания». Много внимания участники форума уделили вопросам, связанным с противоэпидемическим сотрудничеством. Они подчеркнули, что пандемия COVID-19 стала угрозой для безопасности и социально-экономического развития всех стран мира. «Мы внимательно изучили противоэпидемические меры, которые приняло китайское правительство. Оно поставило во главу угла жизни, безопасности и здоровья людей. После того, как началась пандемия, Китай выступил с инициативой формирования сообщества единого здравоохранения человечества, принял меры для защиты глобальных цепочек поставок. Китай активно содействует развитию международного сотрудничества в области вакцинации. Всё это помогает в глобальной полипе с пандемией». Также присутствующие обсудили вопросы, связанные с развитием демократии и путями достижения устойчивого развития. По мнению большинства участников форума, добиться этого, так же как и улучшения положения в области прав человека во всём мире, можно только совместными усилиями. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...